Зрителям уточнить, что конкретно вам задолжали и что служит предметом вашего спора. Именно зарплата, либо премиальная, либо... Нет, только зарплата. Это конкретно три последние зарплаты в конце прошлого сезона. Где-то так, в общем, получается. Человек 9-10 не получили свои деньги, то есть это три зарплаты. А каким образом тогда аргументируют невыплату? О, это уже... Юрист бы мой лучше вам рассказал об этом. Я в это сильно не вникаю. Ну, просто говорят, что они все выплатили, нам ничего не должно выплатить. Вопрос Виктора Дубовика Алексею Панковцу. Вы являетесь капитаном команды, а кто в вашей семье является капитаном? Хороший вопрос. Даже так трудно сказать. Ну, у нас такой, можно сказать, сплав. Ну, наверное, больше я, но, в принципе, к жене я всегда прислушиваюсь. А там тещи, бабушки и прочие родственники? Не, ну, это само собой, но все-таки у нас же семья своя, поэтому... Спасибо тогда за честный ответ и с победой вас сегодня. Спасибо большое. Кстати, насколько сложно было сегодня с Минском? Ну, непросто, потому что команда хорошая, молодая, как бы, и очень неплохо играющая, как бы, и... В общем, мне понравился рисунок игры, как молодые ребята не боятся брать на себя игру. То есть у них большое будущее, я уверен. Может быть, если в этом году не получится, то в будущем, если все у них так вот останется, дай бог им. Вопросы Романа Беспалова Олегу Евдокимову. Когда тебя ставят играть на край защиты? Насколько уверенно себя ощущаешь? Ну, не очень уверен, просто не моя позиция. Это так, просто так получилось, когда еще в дубле играл за молодежную команду. Меня туда ставили, я там неплохо, как бы, выглядел. Ну, и в кубке еще там пару раз выходил, вот. Поэтому они как-то ассоциируются, что я могу и там, как бы. Ну, там некомфортно совсем, я все чувствую. Почему в игре с Кипром так долго не могли забить? Что вообще из себя представляет эта сборная? Ну, Кипр, я хочу сказать, хорошая сборная. И остальным командам будет там у них особенно тяжело. Потому что они, ну, техничные. Ну, может, не так сильно обучены, но, я так скажу, думаю, они будут не подарком для любой сборной. А мы так не могли бы, ну, потому что мы не попадали, момент свой не могли реализовать. Так, как бы, хорошо, что забили. А так, мне кажется, не забили бы в конце уже. Ну, ты поучаствовал в этом взятии ворот? Климович забил твоя голевая? Да, ну, там уже мы уже все свои сил отдавали, вперед шли, уже надо был гол. Обязательно, чтобы, как бы, вязаться в борьбу. Ну, как бы, хотим выйти из группы. Вот. Так хорошо получилось, а так хорош и забили. Заметил, что ты носишь брекеты. Не мешают ли они тебе? В смысле, нельзя ли навредить себе в борьбе? Нет, ну, кстати, сбил шины. Пару раз, один раз локтя пробили, так я сразу схватился за них. Ну, а так не мешают, как бы, уже даже не чувствую, что они у меня есть, как бы. Так просто стороны, может, и заметно, как бы, для меня уже все. Ну, хотя скоро снимаю. И продемонстрируешь нам белоснежную ровную улыбку. Спасибо большое, Олег. Спасибо. Горожане, не сократив отрыв от Минского «Динамо» и не сохранив равенства очков с «Шахтером», все же продолжают гонку за бронзу, в которой также после сегодняшней победы остается и «Торпеда БелАЗ». Интрига живет. С вами была Кристина Козел. Программа «Козел про футбол». Смотрите нас, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, задавайте вопросы из жизни белорусского футбола. И встречаемся через неделю на матче 24-го тура чемпионата страны «Белшина-Минск». Сними мне вот-вот-вот, кучерявый идет, ровнейку. Олег, все эти люди ждут одного тебя. Мы уже провели всех. Мы провели «Торпеда» в Жодино. Мы встретили тебя, мы даже узнали, где раздевалка. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему так долго? Почему? Там друга ждал, у него травмы, там его доктор осмотрел. А, ну тогда прости. Лига чемпионов УЕФА приблизилась к середине группового раунда. У команд ответственные матчи. Для некоторых клубов ошибки в третьем туре окажутся непростительными. Смотрите перекличку со всех арен Лиги чемпионов в нашем онлайне игрового дня. Сегодня в 21 час 40 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова